Итак, что мы видим на коробке? На коробке мы видим информацию о количестве деталей, 262 детальки, и информацию о количестве человечков. Видим, что в данном наборе их два. Также информацию мы видим о возрасте данного набора. Это не исключает вариант, что на 4 года не подойдет. Можно на 4, на 5 лет использовать. Также на коробочке мы можем видеть сам логотип конструкторов Бонбаунда. Довольно такой рифленый. Красиво довольно-таки смотрится. В правой верхней части мы можем найти информацию о человечке, из каких частей он состоит, и примерно как он собирается. На обороте коробки очень красочно и довольно-таки подробно можно видеть функционал данного трактора, точнее сказать, экскаватора. То есть мы можем увидеть о том, что очень много различных частей имеют подвижность. То есть не просто так, что трактор-экскаватор, простите, собирается и катается. Также видим различные подвижные части. Практически я бы сказал, что полностью весь функционал настоящего экскаватора данная модель у вас будет выполнять. Человечка, опять же, обратите внимание, выполнен таким образом в масштабе, что легко помещаются как во внутрь экскаватора, так и в какую-то дополнительную часть. Еще хотел бы отметить важную роль, что все, что вы видите на лицевой стороне коробки, это все у вас будет в комплекте. То есть вплоть до таких вот мельчайших деталек, два человечка, такая вот тележка, даже такой сигнализационный знак, это все у вас будет в комплекте. Также на коробке, что немаловажно, имеется информация в виде QR-кода, который вы можете использовать с помощью планшета мобильного телефона и переходить на сайт конструкторов Банбао, на официальный сайт. Также хотел бы отметить, что данная продукция конструкторов Банбао имеет очень-таки хорошие коробки упаковочные. В плане того, что, обратите внимание, пытаясь отодрать, да, помимо того, что они заклеены не скотчем, они также еще и проклеены, что исключает, опять же, не до комплектности данного набора, да. Пытаясь отодрать, у меня этого не получается. Ну что ж, я так думаю, что мы перейдем непосредственно внутренне с тем, данного набора. Так, скотч. Очень хорошо упакованно, заклеен, что приходится прилагать усилия. И так же, что же находится внутри. Внутри находится вот такая вот брошюра. Она идет практически во всех, исключительно во всех наборах конструкторов Банбао. Это рекламная брошюра конструкторов. И также идет информация о человечках и как они собираются. Обратите внимание, что эта информация не говорит о том, что именно все данные человечки должны быть в этом наборе. Эта информация идет о том, что какие человечки присутствуют в сериях конструкторов Банбао, как они собираются. И несколько вариантов сборки А, Б, Ц, Д. То есть, какие возможные будут варианты при постановке человечка на стул, либо на лошадь. Очень красочная инструкция идет в комплекте. Почему красочная? В плане того, что она идет по этапам. Это, во-первых, 1, 2, 3, 4, обратите внимание. А красочная в том плане удобна, что, обратите внимание, вот второй этап, да, на первом этапе деталь была раскрашена в цвет, на втором этапе эта деталь уже имеет такой сероватый цвет, что говорит о том, что это уже собрано, а то, что в цветном варианте выполнено, да, пожалуйста, это вам предстоит на данном этапе прикрепить. Также отмечу очень положительное качество конструкторов Банбао. Они выводят в инструкции, если что-то непонятно, к примеру, что-то минимизировано, и класс это заметить не может, они выводят очень масштабированную такую картинку отдельно, для того, чтобы было более четко и понятно, какая деталь к чему крепится. Пожалуйста, в подтверждение моих слов я листаю инструкцию дальше, и вижу, что действительно все-таки есть на каждом этапе, есть цветные детальки, да, и есть сероватые детальки, то есть то, к чему на данном этапе мы должны прикрепить. Очень четко, все понятно. Последние штрихи и вот то, что у вас должно получиться. Это то, что касается инструкции, а то, что касается внутренности, обратите внимание. Пластик, я вижу, что пластик очень хорошо вылитый, то есть есть какая-то основа, да, у экскаватора, я вижу, что он очень хорошо вылит, нет никаких, будем говорить, острых частей. Бывают, когда пластик выливается, бывают какие-то оставшиеся части. Здесь этого просто на просто нет, исключено. Что говорит, опять же, о качестве продукции конструкторов Банбао. Гусеницы, гусеница самая настоящая резина. То есть выполнены... Да, они действительно еще и довольно-таки прочные, пытаюсь их растянуть, у меня просто этого не получается. Детальки все упакованы в отдельные пакетики, что немаловажно. Почему? Потому что, если детали просто были брошены, да, во-первых, если бы это было в одном пакете, то было бы непонятно, что к чему крепить. Здесь поэтапно детальки находятся в каждом из пакетов. Даже такой вот человечек, да, которого мы можем наблюдать, он находится в экскаваторе, также его собирает отдельно, чтобы не было никаких путаниц. Ну, просто замечательно, я бы сказал. Очень классно сделана наклейка. То есть смотрите, что помимо того, что вы соберете данный экскаватор, у вас еще есть некие наклеечки, чтобы придать такой индивидуализм, так сказать, вашему экскаватору, чтобы он был более такой красочный, четкий. Есть еще вот такие вот наклейки. То есть это все, что касается наборов, да, внутренностей непосредственно. Здесь больше, в принципе, говорить не о чем. Интересно, конечно, посмотреть, что из этого всего получится. Сам этап сборки мы показывать не будем, потому что кое-то для кого-то может быть потом неинтересно, как он собирается, да. То есть это надо прощупать на себе. А то, что выходит в конце, после сборки в данном наборе, чуть позже мы с вами увидим. Ну вот, в принципе, что у нас получается из данного набора. Получается у нас вот такой вот функциональный экскаватор. А также, если вы видите, что нарисовано на картинке, да, в принципе, все это входит в набор. То есть даже вот такие различные сигнализационные какие-то значки, да, то есть вот, пожалуйста, сигнализационный значок. Вот он, пожалуйста, тоже изображен. Такое вот ограждение. То есть это все у нас входит в комплект. Все, что на картинке, все это мы получаем в наборе. Если два человечка, значит, вот они и есть, два человечка. Один и второй. Если нарисовано, даже вот, обратите внимание, лопатка, кувалда, да, это мы также получаем все в комплекте. Да, есть даже вот наклеечки. Просто я их прикреплять не стал. То есть все вот эти наклеечки, все это мы можем наблюдать также на картинке. То есть это нам предстоит наклеить. Что ж, перейдем к функционалу. Значит, на обратной стороне, да, как мы уже неоднократно видели, есть функционал. То есть функционал данного экскаватора. Ну, в первую очередь, сразу могу сказать, то есть все функции экскаватора данная игрушка выполняет. То есть стрела подвижно во всех направлениях. Ковшечек, пожалуйста. То есть все это, практически все, что у настоящего экскаватора, какие функции есть, такие же функции выполняет игрушечный экскаватор. Он также двигается на гусеницах. Гусеницы, все, что не есть, они самые настоящие резиновые. Пока я уберу все лишнее. Значит, двери, обратите внимание, двери, также подвижно двери открываются, закрываются. Ух, даже, да, действительно, даже двигается зеркало заднего вида. Да, точно. А еще обратите внимание, если вы посмотрите на картинке, да, то у нас такой вот отсек, который имитирует двигатель, да, он также у нас еще открывается и функционально. То есть тут еще такая вот есть полость, в которую можно будет положить, не знаю, даже человечка, да, к примеру, как на картинке, как будто он там ремонтирует какой-то двигатель. Не знаю, там можно забросить какие-нибудь другие запчасти, что-нибудь и перевозить, грубо говоря. Функциональность, да, действительно, очень довольно-таки широкая, я бы сказал. Полностью, я бы сказал, точная копия всего функционала, снятая с настоящего экскаватора, то есть присутствует все это в данной модели. Человечки. А, еще не сказал об одном таком факторе масштабности. То есть экскаватор и человечки компании Банбао, они выполнены в масштабе, я не знаю, там, один к одному, что ли сказать. Потому что человечек, если вы посмотрите на картинки, он помещен внутрь экскаватора, да, то есть есть рабочее место, откуда управляется экскаватором человек, да, в нашем реальном мире, тут практически все то же самое. Единственное такое, вот, ну, это я бы назвал просто исключением, да, шапка выполнена такая большая, она маленькая уж, потому что она сюда не шибко лезет. Вот, для удобства я бы, конечно, просто бы ее снял, посадил туда бы человечка, видно, да, что он реально в масштабе в этом выполнен. Вот, все, вот он там находится. И регулирует, руководит, управляет экскаватором. Можно, конечно, в шапке его туда посадить, ну, просто снять вот эту крышку сверху, да, соответственно, и посадить туда человечка. Ну, это такие вот маленькие нюансы, я бы не сказал, что они прямо какие-то такие существенные. В данном наборе, в данном наборе вы можете еще вот наблюдать вот такую вот маленькую тележку. Я вот прикрепил сюда человечка, чтобы показать вам о том, что действительно тележка функциональна. То есть на колечках ее можно передвигать таким вот образом. Что-то в ней перевозить. Те же самые всякие побрякушечки, запчасти. Ну, бросим для наглядности. То есть здесь можно как раз ребенку создать какую-то имитацию. Имитацию того, что он управляет трактором, экскаватором, точнее, полностью все функционально. Я так думаю, что очень будет интересно. Стрела. Стрела имеет верхнее положение. Данная стрела. Верхнее положение и нижнее положение. Ниже, конечно, можно опустить, но я так думаю, что ошибки нежелательно, потому что там типа прямо чувствуется, что какой-то ограничитель такой состоит. Лучше всего вот такие вот два положения. Ну, что могу сказать. Замечательная игрушка. Приобретайте ее в компании Игроград либо на интернет-сайте, то есть там точка ру. В заключение хочу добавить, опять же, об такой вот вещице. Это ключ, специальный ключ для разделения конструкторов. То есть если у вас где-то хорошее такое скрепление, и вы не можете разделить его, то можно воспользоваться таким вот ключиком. Он приобретается отдельно. Фирменный ключ для конструктора Банбао. Два положения у него просто... Да, вот так вот будет удобно использоваться в данном моем случае. То есть можно еще вот таки обратной стороной, там в зависимости от места, где как скрепление происходит, где как удобнее подлезть, другими словами. Что ж, всего доброго. До свидания.